Всем привет! Спасибо, что включил. Ты находишься на канале Мысли-Вслух 2.0. Меня запустили в Роман. Вы просили у меня больше информативности в моих роликах. Погнали! Сегодня речь в нашем видео пойдет о судорогах. А вернее о судорогах ног. Для кого-то из вас это даже не знакомо, но кто-то страдает очень часто этим заболеванием, кто постоянно находится на ногах. Работа связана с состоянием на ногах. Очень часто болезнь это себя проявляет. У меня такая болезнь была в детстве. Я ночью просыпался. Ноги. Такое ощущение, что от колена до ступни, вот эта икра называется, или мышца, ее сводит настолько, по ощущениям ее распирает. И болевое ощущение такое, что сейчас начнет лопаться кожа на ногах, и все эти мышцы вылезут наружу. Все это вот. И ни с чем не сравнимое ощущение. Очень страшно. Ноги крутят, выворачивают. Многие знают, короче, если на речке купаешься, вода холодная, и обязательно нужно в плавках у себя, вот здесь вот, короче, иметь булавочку или иголочку на случай того, что когда ты плывешь по холодной воде, начинает судорога сводить ногу, иголочкой типа кольнул ногу, и судорога прошла. Но не всегда это помогает. Я покажу вам на себе, например, в ванной. Вот ты лежишь, спишь, и вот эта часть, икорная, или как она называется, мышца, ее очень сильно раздувает. Извиняюсь, у меня такие, типа, драки. Очень сильно раздувает мышцу прям плыв по все стороны. Хватаешься, пытаешься ее размять, но боль такая, что вообще нога прям выпрямляется. И многие говорят, когда спят, хранят у себя иголочку в ковре или еще где-то, и начинают колоть, дабы, как бы, мышца создать болевой шок, адреналин там и прочее. От болевого шока типа ее отпустят, и все будет где-то в порядке. Короче, отставить иголочки, отставить все булавки, скрепки и прочую всякую фигурину, которую вы кикаете себе в ноги, чтобы избавиться от этой боли в ногах. Потому что, ну, по себе знаю, у меня в детстве такое было, когда ноги сводят аж верещиш. Сразу скажу, этот случай подходит только для домашнего использования, когда вы находитесь на речке, но он очень действенный, он очень-очень хорошо помогает. То есть на раз у вас это все быстро снимет болевой эффект. Ну, не будем тянуть кота, как говорится, за хвост. И так, сейчас расскажу. Так, еще бабушка моя мне рассказывала, поэтому мы были на даче. Я днем наносился, нагулялся, и у меня ночью я лежал, спал, и ногу очень сильно свело в эту мышцу. Я верещал, как резанный. Тоже думал, что надо размять, еще что-то. Но взрослый человек, бабушка умный человек. Она всю жизнь прожила в деревне и знала, что, кстати, он справляться. И сейчас я вам рассказываю. На случай, если у вас сводит мышцу ночью, вы спите, достаточно. Вот, кран, вода. Открываем. Мочим руку. И вот с обратной стороны, под коленкой, вот в это место вот набираем, и сюда прикладываем. И все. То есть не надо ногу здесь мочить. Просто вот набрали, и вот туда положили. Набрали и положили. Также, в этой ситуации, если вы находитесь один дома, и некого даже крикнуть, чтобы вам воду принесли, чтобы ногу намочить, делается это очень все просто. Набираете полный рот слюней, плюете в ладошку, слюни, я делал обычными слюнями, и под коленку с обратной стороны. Держите 5-10 секунд, не хватает, еще там плюете, наплевываете в ладошку, и с обратной стороны под коленку. Блин, 10-15 секунд, все судороги прошли, и все прекрасно. Вы забываете про это, и дальше ложитесь спать. Вот такой простой народный способ я вам сегодня рассказал, как очень быстро, как сказать, размягчить эту мышцу при вот этой судороге ног. Очень много сейчас слышу таких ситуаций у людей. ночью прям, ну, человек лежит, спит, ноги сводит, вот эта судорога, и говорит, не знаем, что делать, то иголками кольм, то пилюлю пьем, то еще что-то. Ну вот это, наверное, и все. Вся мысль, о которой я хотел с вами сегодня поговорить. Подписывайтесь на канал, внизу вот здесь. Ставьте лайк, большой палец вверх. Обязательно не забывайте подписываться. Напишите, пожалуйста, какой-нибудь внизу комментарий, что вы думаете по этому поводу. Ваши комментарии все читаю. Не на все могу ответить. Все читаю, все стопроцентно. Огромное спасибо. Я за критику. То есть, если меня где-то критикуют, это помогает нам развиваться. Жду от вас сообщений под видео. Обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Я сообращаюсь. Буду еще много-много всего интересного. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok